здравствуйте в эфире программа открытый диалог меня зовут андрей лобанов сегодня у меня в гостях врач-реаниматолог любовь бугатов на мануева здравствуй богатом раздель как добрались отлично без пробок это хорошо смотрите чего хочу начать 16 июня губернатор московской области андрей юрьевич воробьев подписал указ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры продлили до 20 июля 2021 года культурно-спортивные встречи будут проводиться только при соблюдении комплекса мер эпидемиологической безопасности одновременно находиться на мероприятии могут не более полутора тысяч человек в общественном транспорте магазинах и других пространствах массового скопления людей необходимо носить маски и респираторы тоже требования относятся и к работодателям сотрудников не допустят до рабочих мест без средства индивидуальной защиты и отсюда меня к вам первый вопрос собственно что что поменялось на ваш взгляд 2020 до сегодняшнего дня почему усиливают вновь меры почему люди не расслабились на ваш взгляд ну скажу честно в двадцатом году нас постигла такая страшная инфекция да мы начали массовую массовый масочный режим соблюдение все во всех видах транспорта и все остальное это предотвращало заражение но тем не менее в любом случае получилось что у нас инфекции много и больных очень много что поменялось люди стали ближе друг другу относиться стали добрее в медицине конечно поменялось абсолютно поменялась тактика лечения этих пациентов когда мы первый раз встретились с этой инфекцией мы не были готовы к ней а общество в целом поменялось в лучшую сторону потому что все начали ближе общаться с друг другом хоть соседи друг друга узнали во время пандемии познакомились со своими соседями ну да я раз только только переехала в новую квартиру в этом году в прошлом в прошлом году когда он как раз начался они то вот с точки зрения эпидемиологической безопасности почему вновь усиливают мир вот такой вопрос вновь усиливают меры но возможно с появлением различных других штаммов этого же вируса они уже есть тоже они уже есть они уже наблюдаются коль заговорили про прививки есть вообще смысл прививаться если человек вновь все равно начинает заболевать обязательность есть обязательно нужно прививаться чем потому что есть в любом случае первая встреча с организма с вирусом до формируются антитела прививка это собственно и вирус есть убиты либо ослабленный вот формируются антитела и даже если человек другой штамм встречает он мягче мягче намного мягче его переносит первые встречи наши были с вирусом к сожалению очень страшные и я считаю что всем нужно прививаться абсолютно всем а когда вы первый раз встретились вот с вирусом как врач что было ровно год назад ровно год назад мы наше отделение любилецкой больницы первого стационара получила задание организовать в своем стационаре новую реанимацию для таких пациентов наш заведующий очень скоро очень быстро все это провел мы начали этом работать наша встреча была ужасна потому что таких сложений никогда не видели имея большой опыт знания колоссально накоплено за все это время работы 21 год лес стажа наши люди они же практически до последнего дома находились то есть поступали буквально в терминальном состоянии и такие осложнения как но мы с ним встречались первый раз к сожалению это были минуты даже отчаяния у врачей были минуты переживания но сейчас это достаточно хорошо лечится при соблюдении всех правил лечения правил нахождения и всего остального в сценарии а сколько длились смены в прошлом году когда вы только начали принимать смены но мы как работали в режиме суточный дежурств так и работали но к сожалению потом конечно поняли что мы в этих противочемных костюмах устаем к сожалению да нам не хватало самим воздуха и по распоряжению уже нашего соответственно мездрава мы уже другие смены перешли вы так понимаю переболели уже да я переболела в мае прошлого года семья вы знаете был такой момент когда наш заведующий сказал ребята первый пошел в группе написал и соответственно конечно детей оградить пришлось отправить знаете даже на остров байкал на остров ольхон подальше от инфекции отправить пришлось и дети уехали я была дома одна семья не болела нет они не болели болели соответственно вы привились да я привелась конечно сразу же уже обе прививки сделали обе и сертификат получили все чем прививались спутник в спутник ви хорошо понятно вообще часто врачи болеют и почему врачи болеют ну врачи же тоже люди они работают в этой сфере конечно они же выходят на улицу общаются знает вот эту всю болезнь изнутри знает как она проходит как появляется то есть и знает наверное как даже если при соблюдении всех правил избежать полную пол стопроцентно избежать вирус невозможно уже находимся в обществе даже если мы соблюдаем все правила в любом случае спасет только прививка понятным ты ладно а иммунитет усиление иммунитета не спасет но я думаю что нет мы даже понимаете мы даже по прививке ставим и противогриппозные все по календарю которые мы должны проходить специалисты особенно которые работали вниматься мы даже стояли прививки против понимание прямо кока да все остальные они же тоже как будто бы усиляют эффект значит нашу иммунную систему подбадривает на то чтобы у нас были разные антитела да и даже если биологические какие-то традиционные нетрадиционные способе поднять иммунитет они не спасают в любом случае но вирус очень жесткий он поражает легочную ткань очень быстро ведь и больной заразен первые 7 суток в десятые сутки когда проявление клинические уже есть он уже пас практически не заразен то есть ну смотрите а если человек но не хочет делать прививку но наслушался там каких-то сайтов не знаю видео начитался чего-то будет но не хочу делать прививку что вы можете сказать ему такое что вот он передумал изменил свою точку зрения есть какие-то слова аргумент аргументы но этому человеку нужно пообщаться с людьми которые уже переболели во первых это страшное чувство когда вот воздуха не хватает когда ты кашляешь без конца и края диарея ужасная но не у всех конечно но тем не менее у меня было лично так этому человеку нужно посмотреть на своих родственников и подумать что с ними будет когда он вдруг заболеет и вдруг его дети заболеют то есть первую очередь надо ограждить своих родственников своих близких своих соседей всех остальных то есть вы за то чтобы все-таки делать прививку конечно понятно а что поменялось с эпидемиологической ситуации на ваш взгляд за этот год стране вот в городе в люберцах ну я думаю что на данный момент скажем так заболеваем все равно поднимается я думаю что все здесь тоже то что это наступила лето тепло стало вирус более активен сейчас ну и конечно люди чуть-чуть подросслабились а вирус подождите он активен вот к вид зимой или летом больше больше или там в теплой терпеватуре теплы температуре больше активно а а почему сейчас вновь начинают быть больше болеть воду год же твердят уже носите маски почему вновь растет заболеваемость я думаю что люди просто устают есть люди которые просто не могут в этих масках дышать даже те которые уже klar paint инфекцию да действительно мы всю жизнь ходим в них потому что мы медработники мы к этому более менее адаптированы но есть люди которые просто устали и именно из в эту часть входят и люди которые сейчас вновь заболевает и заражает остальных то есть носите маски пользуйтесь перчатками и делайте прививку если не хотите болеть и не ходить чтобы болела ваша семья кто на ваш взгляд да не на ваш взгляд по статистике наверное может быть знаете кто больше болеет чаще мужчин и женщин вы знаете такой статистики нет в основном болит все и мужчины и женщины в прошлом году больше акцент ставили на пожилых людей говорили что пожилые чаще подвержены к виду в этом году почему-то вроде я слышал что больше молодых стало болеть нет они просто присоединились больше молодые я думаю что в прошлом году когда полный локдаун у нас был когда все дома находились больше часть конечно действительно перепугалась и соблюдала все правила и в лифте даже по одному все ездили и как думаете вот новые ограничительные меры помогут как-то которые губернатор московской области ввел и в москве безусловно должны помочь безусловно расскажите мне как двухлетнему ребенку во первых чем занимается врач реаниматолог что это кто это и что самое тяжелое вашей работе врач анестезиолог реаниматолог занимается лечением тяжело больных в реанимации самое тяжелое в моей профессии я даже не могу сказать но тяжело это наверное куда ты приходишь домой и переживаешь за своих пациентов я отношусь к старым анестезиологам которые не забывают свою работу и дома то есть работа с вами конечно мы даже приходим домой немного отдохнув пишем в группу как там вот мой пациент как у него дела там всегда узнаем всегда это самое тяжелое то что мы технически выполняем и стараемся лечить пациентов это обыденно много благодарных пациентов благодарных но в данных хорошем смысле слова под человеческий был человеческий да когда они знаете самое главное благодарность когда они открывают глаза спокойно с нами прощаются и уезжают в отделении в профильные это самая большая благодарность есть какой-то ритуал прежде чем выйти на смену что-то там нет у нас никогда такого ритуала не было такого нет мы все всегда приходим всегда в поднятую знаете анестезиологи реаниматологи это в основном холеричные люди такие холеричные в нашей профессии всегда надо быть на три шага вперед почему именно врач когда я маленькая была в садике я посмотрела медицинский кабинет медицинской сестры это счет советский союз был тогда там так хорошо паха там было всегда светло и чисто и мне так захотелось таких условиях работать но когда я выбрала профессию это мой дядя тоже до будучи доктором сказал самую ужасно профессию было самую грязную реанимации но у нас там конечно тяжелые больные у нас все витальные функции мы контролируем соответственно у нас и катетер и все остальное я к чему говорю это самая такая работа тяжелая понятно спасибо большое в гостях сегодня у меня любовь бугатов на ману его врач-реаниматолог меня зовут андрей лобанов эта программа открытый диалог очень скоро вернемся эта программа открытый диалог меня зовут андрей лобанов и сегодня у меня в гостях врач-реаниматолог любовь бугатов на ману его любой богат на еще раз здравствуйте скажите любой богатом у вас кто-то в семье работал медработником в медицине нет медицине нет а чем занимались ваши родители отец у меня инженер на авиазаводе мама у меня была ну скажем так продавцом магазине обычная семья дети есть до двое детей саша сейчас 11 класс заканчивает будет поступать медицинский институт и сын владислав сейчас учится в гимназии интерес александра по вашим стопам пошла да он также реаниматологом быть нет у нее очень мягкий склад характера она будет дерматологом скорее всего дерматологом ну это очень хорошо а есть у вас какие-то хобби как-то же все таки но вы должны отдыхать наверное от работы хобби да узнаете наше образование в советском союзе нам привил очень много и здесь хорошие у меня хобби я шью очень хорошо шью шьете что-то для детей просто для себя шью в основном для себя ну и для интерьера в основном портьеры одеяло подушки очень красивые я во мне наверно умер дизайнер скорее всего но может еще не умер может не у меня конечно я профессию свою люблю можно же совмещать совмещать но нет совмещают я центу на память красивый там подушечку украшен наши пациенты ну и мне до потушек если честно им надо вставать на ноги кулинарии тоже увлекаетесь что фирменное блюдо бурятские позы конечно а почему не принесли а никто не заказывал хорошо следующий раз будем ждать от вас бурятский пост скажите любовь если бы вы вдруг ну не стали медработником кем бы вы могли стать мой муж всегда шутит говорит тебе нужно было стать медицинским адвокатом медицинским то есть адвокатом скорее всего ну может быть вы за то чтобы все было по правильному почта хорошо защищали бы расскажите есть у вас какие-то истории из практики которыми могли бы вы поделиться я работала в сил некоторых обстоятельств работала даже далеко на байкале истории из практик очень много там значит в 2008 году у нас произошло чп международного масштаба у нас в дтп попала машина с итальянцами был 4 человек и мне пришлось как она единственного реаниматологу на байкале все это чес грубо говоря попытаться ликвидировать скажем тогда этих больных пришлось сортировать докладывать всем остальным в иркутске на тот момент и есть у меня благодарность есть награда которая получила за ликвидацию этого час история связана именно с этими пациентами у когда ты не владеешь их языком когда буквально на жестах приходилось спрашивать где что болит и как это все полечить но наши туристы уехали неполным составом сожалению погибло три человека остальные все получили очень сложные такие сочетанные травмы из них три спинальных травмы для меня спинальная травма это как отлично я ее знаю почему потому что мой муж когда-то тоже попал в аварию и именно с таким же диагнозом поэтому пришлось работать выкладываться полностью эти благодарные пациенты улетели в италию тогда и потом обратно пришло письмо конечно благодарность а благодарность от кого от какого-то чиновника от ну да да это была благодарна сама пришла на медицинку настров иркутской области не я получил грамот и я так по вашему рассказу понимаю вас покидала нормальная жизнь ну да они не то что покидала знаете нам просто я хотела чтобы мой сын поступил со русского училища мы подавали документы с тверского училища там сейчас ребятишки ребятишек принимают с пятого класса он был маленький когда мы все сдали документы все прошли медосмотр тому как в как в космос ребят проверять он сил возле двери скромом и я боюсь и поэтому мы туда не стали потом поступать и остались здесь теперь работаю ли беретской больнице нравится да отлично ничего менять не хотите пока нет нет а кем работали вообще потому что до врача-реаниматолога вы кем были так и было все же а все же сразу пришла пришла в реанимацию в республиканскую клиническую больницу города ланды на тот момент я уроженка города ланды 6 лет отработал экстренной операционной тяжелые больные там центр плановой хирургии ему просто мне показалось и так понял вы в разных должностей нет нет я всю жизнь была анестезиологом-реаниматологом а потом мы уже замуж вышла переехала в иркутской области мне муж из иркутской области понятно это с одной стороны байкала в другую сторону байкала давайте с вами еще поговорим немножечко про ковид про время пандемии про то что было про то что сейчас как думаете будет третья или вторая волна вот такая большая заболевших вот сейчас идет рост и ограничительные меры водятся но благодаря нашему правительству я думаю что прививочная компания все-таки захватит сто процентов населения во всяком случае если мы все привьемся если мы все сложим руки нормально друг другу в руки и пойдем прививаться тогда будет все хорошо будем носить масочки конечно конечно была какая-то поддержка во время пандемии от правительства от семьи или вы все сама на своих крупных женских плечах но у нас конечно поддерживали нам и выплачивали хорошо чтобы мы хорошо питались нам привозили еду готовую не знаю из кафе или из ресторана что-то привозили постоянно нас поддерживали вы как и многие врачи уходили и вот во время пандемии прям жили в больнице практически да да но фрукты привозили ну я знаете по несколько суток мы выходили заходили обратно то есть по несколько часов ну ну грубо говоря вы пришли на сутки поработали и через сутки вы уже возвращались у нас был у нас было на неделю вы зашли там и остались нет на неделе конечно нет нас возили на базу в малаховке и мы должны были чтобы предотвратить заражение дальнейшем подъезде своих людей да у нас изолировали то есть мы уезжали малаховку приезжали обратно на смену как проходит болезни как люди вот как понять что ты к видам заболел потому что я точно знаю что у меня один мой приятель он как-то заболел и не понимает чем он заболел называют врача и к нему врач ехал три дня чтобы поставить ему диагноз можно как-то самому дома вот понять что ты заболел к вида понятно есть чувство запаха чувство вкуса есть какие-то еще симптомы ну в первую очередь конечно на своем опыте скажу можно как-то различить вот например кашель от простуды и кашель вот при ковиде смотрите вот сухой кашель который ничем не купируется даже приемом любых отхаркивающих отхаркивающих средств он прям вот сто процентов при ковиде при урви конечно он будет в течение суток может быть сухим а потом уже конечно бывает отделяемая то есть он продуктивный бывает кашель а этот при к виде но мои вот чисто мое обещал субъективно ощущение да вот он не прекращающийся надрывный кашель у меня он дошел до коврохарканье я думаю сейчас еще пока что чуть-чуть и выхаркаю свое легкое у меня было еще не такое это очень неприятно не хочу второй раз это пережить поэтому при наличии даже антител я пошла привилась но все равно мы же знаем что даже при прививке можно заболеть но это будет легче легче формата будет легче проходить любовь у меня для вас есть небольшой блиц опрос готовы поучаствовать давайте отвечайте как считаете нужным это здесь нет неправильных ответов и так поехали над какой целью вы работаете сейчас целью моей работы сейчас в жизни может быть не обязательно работе можно в жизни над чем-то вы работаете есть какая-то у вас цель вообще сейчас выучить детей чтобы они стали достойным граждан то есть только семья только семья понятным слушайте чаще голос сердца или голос разума больше разума понятно хорошо как выглядит отпуск вашей мечты отпуск моей мечты я вообще отдыхать не люблю очень мало последний раз отпуск отпуск был зимой я ездила домой так отпуск мечты все-таки но любите не любите отдыхать же понимаете как отпуск мечты максимум я могу отдыхать неделю потом уже начинается скукота ну а как отдыхать за книжкой как активный вот нет активно конечно уехать куда-нибудь поменять картинку а куда бы уехала я бы домой на байкале уехал красиво на байкале чем больше всего гордитесь в жизни сыном своим своей дочкой для за сына первого сказали на цену меня так знаете такой общительный мальчик хороший дочка она уже большая этот маленький еще горжись можем своим что он такой грамотный умный хорошо без чего не можете обойтись ни дня без ни дня не могу обойтись без комплимента без кофе без зарядки без чего-то глупость такая без работы своей без работа не дня то есть ну да воли я трудоголик я не могу мне грустно дом два дня выходных и я уже с детьми поиграть они уже большие ну и что все равно выходных хватает праздник проводить дома или в ресторане ну больше в ресторане успех это везение или работа над собой работа над собой прежде всего зеленый чай или кофе зеленый чай наш человек возникало ли у вас желание начать все с чистого листа ой так много раз возникало знаете когда есть парадокс таки в работе и в работе и в жизни с чистого листа ну когда переезжаешь когда вливаешь на новый коллектив хочется иногда такого и если бы начали начали бы с какого момента вот уже прям самого детства или вот поменяли бы нет явно нас после того как закончил институт то есть до того все было классно все было хорошо если бы у вас было одно желание чтобы вы загадали здоровье своим родственникам особенно уже давайте здоровье вообще все он давать здоровье всем здоровье же можно всем пожелать хорошо что пожелаете есть что пожелать нашим зрителям которые вас смотрят сейчас да мне конечно безусловно есть можно обязательно с работой связано хотя если лишний раз напомню про маски нужно любить друг друга в первую очередь уважать друг друга и соответственно конечно мы сейчас живем в таких условиях нужно о друг друге помнить всегда просто быть добрее человек просто быть добрее человечнее да любовь и добрый человек не знаю как считается может быть да мне кажется кого-то человек я вот с вами общаюсь не с вами комфортно сгодить надеюсь вам тоже самое так и удобный комфорт спасибо еще раз любовь что пришли сегодня к нам в гости сегодня у меня в гостях в программе открытый диалог была любовь булгатовна мануева врач реаниматолог меня зовут андрей лобанов до встречи друзья но я а и и и и и Редактор субтитров А.Семкин